Человек бывает такой, который излучает какие-то флюиды. Вот таким был и сам Олег Александрович, с которым мне довелось познакомиться еще в 80-х годах прошлого столетия. К сожалению, его уже давно нет среди нас. На соответствующей траурной страничке в интернете можно найти запись о том, чем он занимался. Для меня же принципиально важным являются вот эти несколько строчек. Ведь именно я ему подсказал идею того, что атом водорода в принципе можно считать мини-дирижаблем без оболочки. Правда, он, будучи человеком решительным, сразу же взялся делать то, что я ему не рекомендовал. А именно, он, как и тот же Иванов и другие создатели гравилетов, взял курс на крупномасштабное копирование того, что природа сделала в миниатюре. А именно, по его заданию в одной из его мастерских вблизи Киевского вокзала рабочие стали изготовлять деревянную модель такого дирижабля. И, естественно, это ни к чему позитивному не привело. Кстати, в 80-х годах, когда, как и сейчас, у нас сложно было заниматься внедренческой деятельностью, Олег Александрович умудрился создать, кстати, некое подобие глобальной волны. Его организация в тех советских условиях действовала на рыночных условиях. Ребята его создали неплохой беспилотный дирижабль. И, по сути, он в те же 80-е годы не только возродил интерес к дирижаблестроению, но и возродил само дирижаблестроение у нас в стране. Лично я посоветовал бы Ярославу в продвижении прорывных технологий и идей воспользоваться в том числе и этим советским опытом, опытом Олега Александровича Сембровского. Лично я не сомневаюсь, что с учётом уже имеющихся экспериментальных данных у меня, мы с Олегом Александровичем без раскачки уже бы запустили первый безрасходный гравелёд на высоту порядка 100 километров. Продолжение следует...